Одними из самых ярких и напряженных соревнований по мини-футболу на Дальнем Востоке является зональное первенство России. До этого главные баталии любительских команд проходили несколько лет в Уссурийске. В этот раз именно Владивосток стал центром притяжения лучших клубов со всего округа. Решением из полкома Дальневосточного футбольного союза 25-й турнир было решено провести в городе Владивостоке. Тем более Приморский край и Владивосток хорошие имеют мини-футбольные традиции, хорошие спортивные залы, имеется любовь болельщиков к этой захватывающей игре. В течение недели в Приморской столице 10 коллективов боролись за путевку на всероссийский финал. Лучшими в своих группах по итогу стали Владивостокская команда «Аркада» и клуб «Хабаровск». Именно они и встретились в финале. Решающие матчи в местном мини-футболе – особое явление. Напряжение максимальное, борьба жесткая, заполненные трибуны не умолкают. Начался матч с доминирования «Аркады». Черно-синие за первый тайм смогли забить три безответных мяча. И казалось, что все уже предрешено и что хабаровчане догнать уже не смогут. Но гости сотворили невероятный камбэк. После перерыва Хабаровск сравнял счет 3-3. За дополнительное время соперники ничего не решили. Поэтому по классике жанра вся драматургия осталась в серии пенальти. Наш голкипер один мяч отбил, а вратарь гостей спасти не смог. Я, честно говоря, еще в шоке небольшом. Потому что занимаюсь командой 12 лет уже. И это первый наш такой большой успех. Мы выигрывали несколько раз город, чемпионат края, кубки края и так далее. Но Дальний Восток мы еще не выигрывали. Победа Владивостокской Аркады позволяет теперь команде защищать честь округа на финале первенства страны. Кстати, такой результат для этой именитой команды вполне закономерен. За весь турнир приморцы ни разу не проиграли. Во многом благодаря вратарю, который за спасение клуба под конец получил награду лучшего голкипера. Я себя поднастроил в конце уже. Как? Настроил себя. Решил до конца стоять на месте. Все. Но так получилось просто. У меня попали мячом. По итогу соревнований Хабаровску досталось второе место зонального первенства. А замкнули тройку лидеров ребята из еще одного приморского клуба ОФК. Максим Яковлев, Станислав Лазебный. Новости спорта на восьмом.